Всем привет, с вами Трестания и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Начнем! Рассматривать будем полимерную глину артефакт, ее свойства, особенности. Я приобретала глину в магазине Елены Кравчук, шоп Клей, ссылку оставила под видео. Хорошо разминаем пластику для подготовки образцов. На ощупь глина очень мягкая, податливая, слегка пористой структуры. При попытке растянуть ее в тонкие нити она начинает рваться. Формируем образцы. Я взяла толстую колбаску и тонкую. Также подготовила произвольной формы лепешечку. Отдельно раскатала пласт на самой толстой толщине, средней толщине и самой тонкой толщине. Эта партия образцов будет запекаться при температуре, указанной производителем, 120 градусов в течение 30 минут. Отготавливаем вторую партию образцов. Она будет с добавлением фимогеля и запекаться при температуре 130 градусов в течение 30 минут. Тщательно разминаем пластику и добавляем в нее гель. Мне хотелось добиться эффекта жвачки. Хорошенько перемешиваем, чтобы гели и пластика смешались. Хочу отметить, что глина очень хорошо раскатывается на пасту-машине. Как в первом случае образцов, так и со вторым. Ничего не прилипало ни к перчаткам, ни к роликам. На самой минимальной толщине глина не порвалась. Как и в первом случае, это будет 3 квадратика. Максимальная толщина, средняя и минимальная. Также толстая колбаска и тонкая. Отправляем в печь. Запекаться наши образцы будут при указанных температурах, как я уже говорила ранее. Переходим к тесту. Это образцы, которые запекались при температуре 120 градусов в 30 минут, как и указал производитель. Начнем с лепешечки. Очень прочная. Стучала, гнула, пыталась сломать. Осталась такой же. Самый плотный квадратик. Пыталась согнуть, но даже этого мне не получилось. Средний квадратик поддался сжатию. Появилась слегка белая полоска. Самый тонкий пласт сразу согнулся, оставив белую полоску, после чего трещину. Очень легко порвался. То же самое касалось самых тоненьких ниточек. Та, что была более толстой, погнулась, но не сломалась. Поскольку это свидетельствует о недопекании, проверим образцы, которые запекались при температуре 130 градусов с добавлением FIMO геля. Самый толстый пласт. Сгибается, появляется характерная белая полоса, но не ломается. Средний пласт. Также хорошо сгибается. Также появляется белая полоса, но он не ломается. И самый тоненький пласт. Согнулся и сразу дал трещину, как и в первом случае. Думаю, сломать его будет легко. Самая толстая колбаска выдержала все мои напасти. Я ее и крутила, и вертела, и гнула, и стучала. Та, что потоньше, тоже согнулась и дала характерно белую полоску. А теперь мы с вами слепим вот такой вот кулон. Для работы нам понадобится пластика четырех цветов. Я взяла персиковое дерево, зеленое яблоко, белый и цвет меди. Светлые цвета пластики раскатываем в колбаски. Темную у меня это медь. Раскатываем на минимальной толщине паста машины. После чего наши колбаски оборачиваем в этот оттенок. Оставшуюся половину колбаски завернем в поталь. У меня золотая. После того, как мы обернули наши колбаски, нарезаем их на кусочки. Перемешиваем всю кучку наших кусочков между собой. Я добавляю цвет золотой пудры и еще раз хорошенько перемешиваем. Для того, чтобы кусочки хорошо склиплись между собой, добавляем акриловую краску коричневого цвета. Все очень тщательно перемешивается. После того, как мы ужали нашу колбаску, можно разрезать и посмотреть рисунок. Если он вас устраивает, оставляем его таким. Если же нет, можем продолжить ужимать дальше. Мне захотелось продолжить ужать одну из частей колбас дальше, чтобы получить более мелкий рисунок. После того, как все ужали, колбаска готова. Подготавливаем основу для кулона. Задаем форму нашему колону. После того, как форма была задана, делаем отверстие. Нарезаем наш кейн. Хорошенечко складываем их друг к дружке. Прижимаем, чтобы они слиплись. И прокатываем на паст-машине на самой толстой толщине. Стараемся обернуть плотно. Если где-то что-то отходит, подрезаем еще. Подкладываем, разглаживаем. Ну вот, наш кулон почти готов. Теперь нужно проделать еще раз отверстие. Я решила дополнить наш кулон небольшой вставочкой. Для этого стеком с шариком проделываем в кулоне углубление. После чего катаем шарики и укладываем их туда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот, шарики почти уложены. Теперь осталось их только затекстурировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наносим текстуру иголочкой. После чего берем золотую пудру и смазываем ею. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отправляем в печь. Я запекала при температуре 130 градусов в течение 30 минут. Ну вот, наш кулон уже запекся. Он очень прочный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глина до запекания и после отличается. После запекания цвета становятся более глубокими, более насыщенными. Ну вот и всё. Всем спасибо за просмотр. Вы смотрели мастер-класс, тест-обзор полимерной глины артефакта Тристани. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Пока-пока.